Здравствуйте! Я сегодня хотел с вами поговорить на военную тематику. Вернее, на тематику вооружения. Ну, по крайней мере, начну с этой темы, с тематики вооружения. Было такое испытание под кодовым названием Castle Bravo. Это было испытание второе по мощности в истории человечества. Взрыв. А на тот момент самый мощный. Это было в 1954 году, 1 марта. Где-то там, на Толле, в Тихом океане, американцы решили взорвать свою вторую водородную бомбу. Первую водородную бомбу, которую они взорвали, это было некое такое устройство. В общем-то говоря, взрывное устройство, скажем так, правильно его назвать. Его, конечно, бомбой назвать было нельзя. Это было сделано так. Значит, маленькая ядерная бомба. Так делаются все водородные бомбы, так сказать, ядерный запал, так в детских книжках это писали в моё время. А вокруг него был диетерий и тритий. То, что должно было произвести, скажем так, термоядерную реакцию. Значит, взрыв термоядерного устройства. Это кориогенные диетерии и тритий. Диетерия – это тяжёлый водород, водород, ядро которого содержит протон и нейтрон. А тритий, кстати говоря, это радиоактивный изотоп водорода. Его называли в детских книжках сверхтяжёлый водород. А так он называется тритий. В ядре у него один протон и два нейтрона. И вот при большой температуре будет происходить между ними сближение, потому что они будут двигаться, сталкиваться. И происходить будет термоядерная реакция, реакция синтеза. Из этих двух ядер атомных синтезируется третье ядро, гелий-4. Два протона, два нейтрона. И один лишний нейтрон полетит с энергией 11,4 мэла. По-моему, вот именно с такой. 11,4, точно, я уж, может быть, запамятовал. Вот он полетит. При этом, естественно, выделится колоссальная энергия. Вот такой вот проект. Это было в них использовано. Советский Союз дальше опередил их в гонке. Представляете? Сделали нашу бомбу нормальную, которую можно было с самолёта бросать, а не такой вот криогенный бак. В ней смесь диетерии и трития были заменены твёрдым веществом, которое называется диетрит лития. Диетерий и литий. При ядерном взрыве вот этот поток нейтронов, он, значит, производил из лития и тритий. И дальше шла термоядерная реакция. Всё понятно, да? Ну, это, может быть, вот тут ковалочка. Снаружи нужно было чем-то тяжёлым прикрыть, да, так сказать, чтобы при взрыве как можно дольше удержать вот это вот от разлёта, да, понимаете? Если у вас снаружи тяжёлая такая оболочка, чугун, свинец, золото, то она будет, ну, какое-то время, всё это, конечно, сразу превратится в пар, но будет удерживать от разлёта. И таким образом вот термоядерные реакции будут проходить, ну, где-нибудь время одна десятая микросекунды, да, одна десятимиллионная секунда. Вот такой вот момент времени, да, даже вот это может удержать тяжёлая оболочка. Так вот, американцы решили повторить этот успех, правда, не очень удачный. То есть это была не бомба, которую можно сбросить в самолёт, у Советского Союза всё-таки была бомба. А они сделали достаточно тяжёлое устройство, зато мощное. В принципе, технически его мог поднять самолёт, там сколько-то на тонн весило, ну, больше десятки, десятка тонн, но такие бомбы уже существовали в природе, техники вернее. И, значит, это был тоже ядерный запал, и снаружи был дитрит лития. Но в качестве оболочки они использовали уран. Уран – это самый тяжёлый из доступных, так сказать, элементов, да, он даже тяжелее золота, и поэтому вот он хорошо будет удерживать. Вообще рассчитано было, что тротилоэквивалент будет 5 мегатонн. Поставили на этом атолле, эти 5, эту самую бомбу. Но обратите внимание, что водородные бомбы, они, так сказать, много чище, чем обычные бомбы деления. У них, правда, есть запал деления. Дело в том, что при взрыве бомбы деления, значит, происходит расщепление урана или плутония, который входит в эту бомбу. И вот эти продукты деления – это очень такие ядра, которые радиоактивные. И они, значит, после своего радиоактивного превращения опять превращаются в радиоактивные ядра и опять превращаются. Это может продолжаться буквально сотни тысяч лет. То есть это очень такая бяка из бяк радиоактивного заражения. А всё остальное – это поток нейтронов, который там, ну, попал он там, что там на коралловом острове? Кальций-СО3. Он там попал в кальций-СО3, какое-нибудь ядро его поглотило, стало радиоактивным, высветилось. И через недельку уже там можно бегать, прыгать и резвиться. Вот такие дела. По остеклованному вот этому вот самому кальций-СО3. Ну, он, правда, частично, наверное, превратится в, как это называется-то, в негашённую известь. Вот кальций-О. Но неважно. Дело это не в этом. Дело в том, что не подумали они о всех последствиях, что будут после этого взрыва. А последствия было такое. Они ведь это ураном облепили. Вот сработала у них бомба. Пошёл заряд, водородная бомба, самая мощная на тот момент, 5-мегатонная. Что должно случиться? Поток нейтронов в разные стороны идёт. И эти нейтроны начинают делить уран, из которого была оболочка. Я не знаю, был ли у них специально обеднённый уран или природный уран. Это не важно. Важно то, что этот уран, там в основном содержит уран-238, и он будет расщепляться этим жутким потоком нейтронов, который идёт. Вот этих 11-мэвных. 11 и 2, что ли, десятых. Я вот сейчас, видите, забыл уже, старый стал. Он будет их очень хорошо расщеплять и выделить огромную энергию. Так вот, американцы просчитались. Ошиблись они в три раза. Энергии выделилось 15 мегатонн тротиловом эквиваленте. Да, понимаете? Вот такой вот огромный мощный взрыв произошёл. И более того, огромная бяка-заражака. Вот эта вот весь... Большая часть энергии этой бомбы была не за счёт водородной бомбы. Водородные стали чистенькие, нейтрончики полетели, там короткоживущие радиоактивные изотопы возникли. А это вот продукты деления, огромное причём количество продуктов деления. Вот. Ну, наверное, на тот момент больше, чем выделилось при всех прочих ядерных испытаниях. И всё это в одном месте. Вот тогда печальная история была. Значит, естественно, поднялось облако. Облако от разрушенного кораллового рифа. На карте этого Тола, на фотографиях его из космоса, который обычно люди разглядывают в интернете, и там маленькая вороночка. Это вороночка от того самого второго по мощности в истории человечества взрыва. На тот момент первого. Вот. И вот, значит, поднялась облако вот этих самых... Это вообще аэрозоль, на самом деле, да? Золь. Золь. Аэрозоль. Мелкий порошок. Вот он поднялся. Где-то там в воздухе они начинают слепаться. Падают, как снег. Этот снег прошёл на японское рыболовное судно, которое называлось «Счастливый дракон». Небольшой там экипаж был. Они радостно играли в снежки из-за этого вот комкали. Вот это вот... Как в снежки играли. Вот комкали вот эту вот массу коралловую, да? Бросались друг к другу, веселились. Но потом все умерли от облучения. Вот. Все умерли от облучения, потому что вот он был слишком радиоактивен. И за счёт того, что просто он был только что облучён. Ну и за счёт, наверное, примеси какие-то вот урана разделившегося. Ну, по крайней мере, до сих пор там те места ещё светят. Да, светят. Но не греют. Ну, так не то, что там опасно находиться. Ну, в общем, это превышает, так сказать, принятые допустимые нормы. Прошло некое время. Прошло некоторое время. Я имею в виду время, где-то 56-й год, два года. И в Советском Союзе появилась идея точно такой же бомбы, только уже с полным пониманием того, к чему приведёт вот эта оболочка. И где-то к 61-му году, году полёта Юрия Алексеевича Гагарина, эта, значит, бомба превратилась в жизнь. Это вот тот самый взрыв, который называет «Царь-бомба», который иногда называют «Кузькина-мать». Вот взорвали её на новой земле, причём сбросив с самолёта. Я про это много говорил, про ту историю. Я никогда не рассказывал вам про вот этот американский взрыв. Как наши догадались, ну, в принципе, что же у нас головы нет, могли догадаться. Но с другой стороны, в общем-то говоря, американские все эти испытания были достаточно транспарентны для нашей разведки, прозрачны. И много лет спустя, когда появились компьютерные мощности, стали обрабатывать шифровки, ну, естественно, которые фиксировались, шифровки наших резидентур и при посольстве, которые подправлялись в Москву. И они стали там узнавать ужасные подробности, кто же работал на советы. Такая была программа. Компьютеры всё развивались, развивались. И в какой-то момент хлопают и прекратили. Потому что ну её нафиг, эту программу. То мы такого узнаем, да, лучше это не знать. Кто же работал на советы в тогдашних Соединённых Штатах. Ну, вот такая вот история про Кассел Браво и про все эти фокусы. Ну, тут, понимаете, ядерную бомбу-то делал для того, чтобы якобы цунами спровоцировать. И полонировал, что заряд может быть даже не там 50 или 100 мегатонн, а 1000 мегатонн. То есть гигатонны, да, вот такие вот идейки были. То действительно это можно получить. Но при таких больших взрывах просто большая часть энергии уйдёт либо в космос, либо Земле как целому, да, будет передана. То есть она не превратится в поражающий фактор. То есть в ударную волну, световое излучение и всё. Да, кстати, та фотография якобы огненного шара, или как светящегося образования ядерного взрыва на этой, на новой Земле, это фейк. Потому что был взрыв на определённой высоте, там 6 километров, по-моему. Там уже разреженная атмосфера, и этот, он должен иметь был яйцевидную форму, этот шар. Ну, это физика. Потому что вверх на большее расстояние улетели бы ионизирующие излучения, чем вниз. Ну, ничего не поделаешь. Фейк есть фейк. Первый раз этот фейк появился вот на той самой выставке, про которую я иногда рассказываю. Про рождение атомного оружия в СССР. Ну вот, вот такие вот дела. Ну что, вот так. Вот такие вот дела. Ну что, наверное, надо так на этом и закончить нам, да? Вы сейчас быстро кидаетесь выключать телевизор, ну, как это моё, закрывать, уходить. Ну, если вам ничего больше неинтересно, то так и делайте. Помните, такая реклама есть по телевизору. В смысле, по Ютубу. Ну, дело в том, что я сейчас денег буду вас просто намекать, просить. Вы не прячьтесь за то, что есть какие-то у меня стримы, кто-то мне что-то стримит. Это всё отдельные кукольные дела. Вы мне прислите на жизнь-то. Там внизу у меня все реквизиты есть. В том числе и реквизиты, по которым вот можно вот донат-алерс делать, да? Но самый любимый мой реквизит – это номер Сбербанковской карты, которая кончается цифрами 32-43. Звучат они для меня, как поэма. 32-43.